Всем привет! Вы на канале Автозвук.ua и сегодня у нас на обзоре очень нафаршированный видеорегистратор Aspiring Expert 5. Expert 5 имеет достаточно внушительные габариты и тому есть несколько оправданий или объяснений во-первых на тыльной стороне мы можем видеть 3-дюймовый IPS дисплей на который можно выводить изображение с дополнительной камеры автоматически и использовать видеорегистратор для парковки а также здесь есть набор полезных функций для которых естественно необходимо железо и это железо нужно было куда-то помещать но как говорится обо всем по порядку и начнем мы непосредственно с матрицы здесь используется матрица sony amx 307 семейства starvis с аналогичной матрицей мы уже сталкивались в прошлом обзоре видеорегистратора navitel r 650 nv и там у нас возникли некоторые проблемы с ночной съемкой матрицы starvis из-за высокой светочувствительности нередко ловят серьезные засветы но в данном видеорегистраторе дополнительно используется функция vdr которая улучшает съемку при сильных перепадах освещенности а также при засветах то есть проблему с засветами инженеры компании sparring попытались решить с помощью функции vdr удалось им это или нет мы узнаем в конце видео на конкретных примерах видеосъемки для улучшения качества съемки помимо функции vdr здесь также используется шестислойная линза хотя на мой взгляд количество слоев линзы это больше маркетинговый ход и на качество съемки это влияет косвенно сердцем видеорегистратора стал процессор ntk 96 660 это флагманский процессор данной компании и он может поддерживать интерполированное разрешение 2к но в данном случае компания sparring решила не перегружать процессор остановиться на старом добром full hd кстати данный процессор отличается не только поддержка высокого разрешения но и низкими энергопотреблением и степенью нагрева во время работы благодаря чему его полюбили производители различных экшн камер и на сегодняшний день это пожалуй самый распространенный процессор который применяется в экшн камера в общем в данном видеорегистраторе собраны достаточно топовые компоненты процессор и матрица sony из дополнительного технического оснащения у эксперт 5 мы можем встретить вай-фай модуль это позволяет не только настраивать видеорегистратор через дисплей смартфона но также просматривать и скачивать отснятые видеофайлы на тот же смартфон для управления видеорегистратором через смартфон на него понадобится установить специальное приложение производителям рекомендовано приложение родкам она достаточно распространенная простое и я бы даже сказал банально в некоторых случаях мне нравится заменять это приложение приложением ритмикском она также работает с разными видеорегистраторами дополнительная фишка эксперт 5 это gps модуль для фиксации скорости передвижения и координат но реализовано это все слегка громоздко и я бы даже сказал архаично модуль находится на одной проводке с зарядкой видеорегистратора и подключается непосредственно к креплению видеорегистратора в автомобиле это выглядит следующим образом к стеклу на вакуумной присоске крепится держатель затем на расстоянии примерно 25 сантиметров к стеклу на двухстороннем скотче крепится gps модуль и уже от модуля идет кабель непосредственно в прикуриватель автомобиля в случае поломки этой зарядки найти ей замену будет крайне сложно так как модуль находится на проводке самой зарядки но зато благодаря gps модулю при использовании специальной бесплатной программы для компьютера можно просматривать не только отснятые видеофайлы но и путь следования автомобиля на карте сам видеорегистратор устанавливается на держатель с помощью моего любимого магнитного крепления с контактной группы это удобно это быстро это надежно и избавляет от необходимости каждый раз при установке видеорегистратора подключать к нему дополнительные провода но в данном случае подключение дополнительных проводов неизбежно если Если вопрос с питанием решен с помощью контактной группы на магнитном креплении, то вопрос с дополнительной камерой остается открытым. Каждый раз, забирая видеорегистратор с собой, вам придется отсоединять камеру, а затем ее снова подсоединять, устанавливая видеорегистратор на свое место. Дополнительная камера имеет наклонное крепление, что позволяет установить ее в любом удобном положении, но также она имеет достаточно большие габариты, и поэтому снаружи автомобиля будет привлекать лишнее внимание, особенно из-за вот этой хромированной накладки. Поэтому гораздо безопаснее будет установить ее непосредственно внутри автомобиля на заднем стекле. Но в таком случае камера не будет видеть край бампера и использовать ее для парковки будет очень сложно. Но даже если установить дополнительную камеру снаружи автомобиля, придется делать выбор. Для того, чтобы комфортно парковаться, камера должна смотреть вниз и видеть край бампера. Для того, чтобы камера хорошо видела других участников дорожного движения, ее нужно направить практически горизонтально. Поэтому либо мы не видим автомобили, едущие сзади, но удобно паркуемся, либо хорошо видим все, что происходит сзади, но с парковкой возникают проблемы. Так как видеорегистратор поддерживает запись двухканального видео, то для хранения всех отснятых файлов нужен большой объем памяти. Устройство поддерживает карты памяти до 128 ГБ, но при установке такой карты обязательно отформатируйте ее в видеорегистраторе, иначе устройство может не принимать карту памяти. По видеосъемке ситуация следующая. Днем можно рассчитывать на фиксацию номерных знаков с дистанцией примерно 10-15 метров. Субтитры добавил DimaTorzok Ночью ситуация намного хуже. Она очень похожа на ситуацию с видеорегистратором Navitel R650NV, в котором используется такая же матрица. Номерные знаки сильно пересвечены, и встречаются сильные засветы от встречных автомобилей. В данном случае не спасает даже функция WDR. При выезде из темного паркинга видеорегистратор подстраивается под новые условия освещения очень неохотно, но буквально перед самым выездом картинка меняется, и можно рассмотреть, что на улице. К углу обзора, как обычно, есть один вопрос. Заявленный угол 170 градусов, его обычно измеряют по диагонали изображения, но по горизонтали угол намного меньше. Вот это отметка 140 градусов, и мы можем за нее немножко дойти, ну, практически до 150. Грубо говоря, угол находится в пределах 140-150 градусов. По меню ситуация следующая. В настройках нет каких-то излишеств или специальных функций, все достаточно просто и понятно. Но, несмотря на трехдюймовый дисплей, у разработчиков не получилось сделать меню читаемым. Шрифты очень мелкие, все как-то одним списком, и, в принципе, если у пользователя есть небольшие проблемы с зрением, то настроить видеорегистратор через основное меню, основной интерфейс, будет сложно. Хотя всегда на выручку может прийти мобильное приложение. При подключении дополнительной камеры, ее изображение также выводится на дисплей видеорегистратора, а при соответствующем подключении красного провода к фонарю заднего хода и включении задней передачи, автоматические изображения с дополнительной камеры разворачиваются на весь экран и включается парковочная разметка. На этом, как обычно, все. Свои возражения и пожелания обязательно пишите в комментариях, но перед этим не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok